С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как создать афишу или постер, который привлечет людей к вашему мероприятию или компании, как в социальных сетях, так и в распечатанном виде. Сделать такую афишу можно с помощью онлайн-сервиса canva.com. Для того, чтобы использовать сервис, нужно зарегистрироваться или войти с помощью аккаунта в Facebook. Одно из преимуществ canva – это шаблоны нужного размера в зависимости от цели создания постера. Так, здесь можно создавать афиши нужного размера для всех соцсетей, а также постер, который можно распечатать на листе формата А3. Теперь вам не нужно думать, какого размера нужно изображение для наилучшего отображения, например, для Facebook или для поста в Twitter. Все варианты есть здесь. После выбора нужного размера будущего постера загружается сам редактор canva. По умолчанию мы попадаем в раздел макетов, где представлено множество вариантов. Но практически все они платные, бесплатные только те, кто помечены соответствующей меткой free. Но для самостоятельного создания афиши такие макеты по сути не нужны, хотя их можно использовать для вдохновения. По сути, редактор canva дает возможность сочетать графические элементы, тексты и изображения. Каждый шаблон может состоять из нескольких страниц, что действительно удобно. Перейдя в раздел uploads, можно загрузить изображения как со своего компьютера, так и из своего аккаунта в Facebook. Если нажать на поисковую строку, то появится набор изображений, которые также можно использовать для создания своей афиши. Главное, чтобы они были помечены меткой free, чтобы использовать их бесплатно. Это могут быть не только изображения, но и иконки, стикеры, графические элементы и части для инфографики. Помимо наборов изображений, можно найти нужную картинку непосредственно по ключевому слову. Но они практически все платные, поэтому проще заранее найти нужное изображение и загрузить его сюда со своего компьютера. Теперь перейдем в раздел background, где можно поменять фон будущего постера. Это могут быть как бесплатные фоны, так и сплошные цвета из набора, или добавленные из палита вручную. При необходимости фону можно поставить любое изображение, при этом разместив его на заднем плане, нажав в настройках back. Теперь перейдем в раздел текст. Здесь можно добавить обычный текст, при этом можно изменить шрифт, цвет и размер. Также можно изменить уровень прозрачности текста и даже создать ссылку. Помимо обычного текста, можно использовать уже созданные графические элементы с текстом, которые можно изменять. Также можно изменять цвет самих элементов. Важно, что не все шрифты отображаются корректно при написании текста на русском языке. Но я рекомендую использовать PtSans, OpenSans и Roboto. Результатом работы можно поделиться в соцсетях или с помощью электронной почты, а также скачать на свой компьютер в формате PNG и PDF, что является большим преимуществом, так как формат PDF откроется на любом компьютере и распечатывается без потери качества, в отличие от растрового формата. Все созданные работы хранятся в вашем профайле, и в любой момент их можно отредактировать или скопировать, если вы создаете подобные афиши. Еще одним преимуществом сервиса Canva является наличие так называемой школы дизайна. Это обширный раздел сайта с большим количеством статей о том, как улучшить свои познания в дизайне. Здесь можно выбрать раздел по категориям. Помимо рекомендаций текстов, есть возможность сделать практические упражнения для закрепления знаний в разделе Tutorials, что является ценной возможностью. Так, на данный момент доступно целых 30 уроков. Переходя в один из уроков, можно на практике выполнить рекомендации урока. Таким образом, с помощью Canva можно самостоятельно создать баннер, афишу или постер, который не будет уступать профессиональным работам. Возможности сервиса ограничиваются только вашими задачами. С помощью него можно сделать как постеры для печати, так и подготовить изображение афиши для интернета, социальных сетей и вашего сайта. Субтитры создавал DimaTorzok